Музыка 1970 год. Американские нейрофизиологи ставят опыты на белых крысах. Им вводят раствор глутамата натрия. Всего через несколько дней крысы слепнут. Ученые фиксируют повреждения мозга у всех подопытных. Это самая известная пищевая добавка. Усилитель вкуса с индексом Е621. Ежегодное ее потребление в мире достигает 200 тысяч тонн. 30% людей, потребляющих пищу с глутаматом натрия, страдают так называемым синдромом китайского ресторана. Жалуются на головные боли, повышенное сердцебиение, слабость и жар в груди. Раствор формальдегида Это основной препарат, который мы используем для хранения трупного материала. Учебная аудитория, медицинская академия. В ваннах наглядное пособие для студентов или трупный материал. Тело, завернутое в простынь, хранится здесь уже 7 лет. Оно лежит в сильнейшем консерванте. Вещество, которое убивает все микроорганизмы и не дает разлагаться тканям, называется формальдегид. В пищевой промышленности ему присвоен индекс Е240. В чистом виде он запрещен, однако является основной частью разрешенного консерванта – уротропина. В кислой среде он может разлагаться на формальдегид и аммиак, а формальдегид, по данным Всемирной организации здравоохранения, оказывает токсическое действие на животных. То есть, мало того, канцерогенное. Пока его не запретили. То есть, это в факт установлен совсем недавно, но, скорее всего, будет присматриваться безопасность уротропина. Эта информация от покупателя скрывается за малопонятным для него сочетанием букв и цифр Е239. Это официальное название уротропина и означает то, что в икре использовалось то же вещество, что и для консервации трупов. Это на долгое время сохранит икринки в продаваемом состоянии. А если икра все же начнет портиться, ее промоют минеральной водой, вновь упакуют и сдадут в магазин. Не хотим серое мясо кушать натуральное. Да, поэтому хотим розовое мясо. Хотим, чтобы это было красиво, значит, это будет с нитритами. Нитритные специалисты Центра стандартизации и метрологии называют колбасу, которую мы приносим им на проверку. Яд, нитрит натрия, производитель добавляет в колбасные изделия, чтобы создать приятный розовый цвет. Настоящий цвет вареного мяса серый, а значит, непривлекательный для покупателя. Мы купили молочную колбасу от разных производителей. Средняя цена за килограмм – 130 рублей, то есть та, которая доступна большинству населения. Сначала из наших образцов отделяют белок, который может мешать исследованию. Затем добавляют щелочь и соляную кислоту. Яркость цвета в пробирке говорит о концентрации нитрита натрия в составе продукта. Колба со слабым раствором – просто вода. Яркий цвет второго раствора говорит о предельной норме нитрита натрия. Смотрите на этикетку. Смотрите, что вы покупаете. Но, вот, не знаю, мое мнение, что вряд ли вы купите сейчас у нас в России мясной продукт, в котором бы не использовались никакие химические вещества вообще. Результат испытаний во всех образцах в качестве стабилизатора цвета использовался нитрит натрия. Это предусмотрено ГОСТом, потому что пока заменить этот химикат чем-то более безопасным для человека невозможно. Использовать это вещество необходимо крайне осторожно. Нитрит натрия запрещен в продуктах детского питания. Потенциальный канцероген в организме человека образуют белковые ракообразующие элементы нитрозамины. Увеличение даже на несколько процентов от предельной нормы приводит к летальному исходу. Нитрит натрия упаковывают в плотный бумажный пакет и на таре обязательно надпись «Ядовит». Пронятно перевозят его как опасное вещество. А в промышленности его используют как антиморозную добавку к бетонам в производстве строительных конструкций, чтобы зимой бетон не замерзал, а постепенно затвердевал. Конечно, крылышки их не отрывают, потому что они это хитин. А тельца используют как добавку к мясным продуктам, к рыбе, к какому-то соусу. Путешественник и коллекционер Владимир Ифременко показывает нам жуков, который он привез из экзотических стран. Аборигены давно едят насекомых и, говорит путешественник, блюда эти не всегда неприятны. Жуков используют не только в качестве самостоятельных блюд, но и как приправы и добавки к пище. Это паразит, который селится на растениях и питается соком растений. Они некрасивые абсолютно, серенькие, маленькие, то есть как бы на них есть такой щиточек, поэтому называется она щитовка. Маленькая щитовка, известная всем садоводам, в Перу называется кушениль. Она в несколько раз меньше самого маленького жука в коллекции Ифременко. Вот как она выглядит. Из высушенных тел самок кушениля делают пищевой краситель, кармин. Е120 – обязательный компонент большинства йогуртов, известных фирм Данон и Эрман. Конфет, шоколада с начинками и безалкогольных напитков. Е120, кармин, придает продуктам оранжевый и красный цвета. Может вызывать аллергические реакции от простой сыпи до анафилактического шока. Вот получили такой цвет, бледно-селеный. В кондитерских цехах бутылочки с красителями и ароматизаторами занимают центральное место. По их внешнему виду понятно, что они здесь зря не простаивают. Часто кондитеры используют даже уже просроченные добавки. Этот имитатор Рома надо было списать еще полгода назад. Но из него, так же, как и из других, продолжают делать разноцветный крем для тортов. В этой лаборатории кондитерского искусства вообще настоящего мало. Сливки в ведрах растительные, не имеющие ничего общего с молоком. Цвет крема зависит от выбора красителя. Даже вишня и ирга не настоящие ягоды, а цветное желе. Ароматизаторы хорошо сохраняются в течение длительного времени и привлекают людей. То есть это обычный физиологический свой организм, привлекаться на что-то вкусное, по запаху идти. И мы пролили специальный ароматизатор возле нашей торговой точки, чтобы люди обращали внимание. Действительно, люди обращали внимание, заходили, говорили, у вас такой запах идет. Это только немногие известные факты о том, из чего производят пищевые добавки. Обычно эта информация от потребителя скрыта. А это могут быть отходы пищевого производства, например, остатки пивоварения. Или совсем не пищевое сырье, нефтепродукты, опасные для человека фракции бензина. Производят пищевые добавки там, где есть сырьевая зона, где много производств. Чаще всего это Китай, реже Индия. Проверять состав и влияние на человека в процессе производства дорого. Только один полноценный эксперимент на крысах, он длится почти год, стоит 5000 долларов. Ее дескалка, и капель, как мало. Будущие пивовары и кондитеры пока студенты Аграрного университета изучают технологии производства. На занятиях им рассказывают, что и сколько нужно класть, чтобы продукция была безопасной. После практики на красноярских предприятиях уже они рассказывают преподавателям, как на самом деле идет производство. Любой компонент, добавляемый в пищевую систему, добавляется на глаз. То есть не с соблюдением технологии, не с соблюдением стандартов. Вот это самое страшное последствие того, что может случиться. То есть это реально на наших предприятиях? Это реально на наших предприятиях любой формы собственности, любой формы организации. Контролирующие органы проверяют предприятия, что называется, по расписанию. Производство от внешнего контроля защищено законом. Это федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если открылось только предприятие или частный предприниматель начал работу, то в течение трех лет мы не имеем права к ним приходить с проверкой, с плановой проверкой. И потом этот закон так нас ограничивает. Если мы пришли с плановой проверкой, и у них все нормально по всем показателям, то уже мы к ним в течение двух лет просто не приходим на проверку. РОСГОСТРАХ Вот написано «Без добавления консервантов». Меня всегда это так смущает, когда написано «Без добавления консервантов» и «Годен до какого». 13.03 выпущено в марте, 11.06 – это три месяца. А три месяца молочный продукт хранится может только с добавлением консервантов. Ходить по магазину с врачом-диотологом – дело неблагодарное. Тележка всегда остается пустой. По словам Татьяны Горячева, сейчас нет продуктов, в производстве которых не использовалась бы химия. Красители, ароматизаторы, стабилизаторы, консерванты – как в анекдоте. Они не указаны, но они есть. Так, желтый краситель добавляют в макаронные изделия и печенье, чтобы имитировать большое количество яиц в тесте. При этом на упаковке информации об этом нет. Аппетитный запах в копченостях, кетчупах, мясных полуфабрикатах обеспечивает вот такой и подобные ему препараты. Каплю чудо-дыма вводят в состав и у продукта аромат реального копчения. Однако запах этот не что иное, как сожженные опилки, растворенные в воде. Консерванты очень многие являются проканцерогенами, то есть содержат соли, нитриты, нитраты, азотные кислоты, которые считаются проканцерогенами, то есть повышают риск возникновения раковых заболеваний. Очень многие являются опасными для печени, для желудочно-кишечного тракта. Сенсационное открытие швейцарских исследователей. Тела людей, похороненных в последние три десятилетия, почти не разлагаются. Мумификация происходит за счет консервантов, попадающих в наш организм с едой. Они накапливаются в течение всей жизни и препятствуют разложению после смерти. Микробиологи утверждают, дозы химических веществ в продуктах настолько малы, что вред человеку они не приносят. И напрасно, по их мнению, паникуют врачи, говоря о вреде добавок с индексом Е. Возможно, в отдельно взятом продукте химикаты не проявляют своих вредных свойств, а исследований на тему, как разные продукты взаимодействуют друг с другом, никто не проводил. Вот только один пример. Бутылка Кока-Колы и пачка мятных конфет МЕНТОС. Просто соединяем их вместе. Вот все, что осталось от полной бутылки. Для чистоты эксперимента мы попробовали то же самое проделать и с не менее популярным напитком «Флэш». Замечательно. То же самое идет. Посмотреть, что произойдет с человеком, если его накормить МЕНТОСом и дать запить конфеты Кока-Колой, мы не решились. Зато попробовали тем же напитком почистить электроплиту. Нам стало известно, что ее вполне можно использовать вместо чистящего средства. Специально кипятим молоко до того момента, пока оно не побежало через край. Заливаем печку. Засохшее молоко отмывается с трудом. Вода его не берет точно. А вот шипучка из бутылки грязь буквально разъедает. Да. Я ничего не делаю. Через пару минут мы вытираем жидкость, и печка становится снова чистой. О таких вот свойствах своего продукта на предприятиях Кока-Кола знают. Объясняют все наличием углекислого газа в напитке. И говорят, что для человека такая реакция якобы не страшна. Если вы бросите аспирин у пса, в теплую, например, воду, эффект будет совершенно такой же. Но данная реакция, о которой вы говорите, она, я думаю, что она спорная. Взаимодействие любого, наверное, любого предмета с кислородом, бросьте туда не только ментос, бросьте туда, я не знаю, карандаш, то же самое будет. То есть таким образом выходит углекислый газ из напитка. Чтобы газированные напитки любили дети, их делают сладкими, добавляя искусственные подсластители. Они примерно в 200 раз слаще сахара. Самый известный – сахарин. Его несколько раз запрещали в Германии, сейчас запрещен в Англии. В России он используется почти в каждом безалкогольном напитке. Данный компонент очень сложно расщепляется. И продукты его полураспады способны накапливаться и оказывать негативный эффект, прежде всего, на почки и мочевую и выделительную систему. Такие данные тоже есть по сахаринам. В России он разрешен, да? Да, в России он разрешен. И вот что, опять же, чем, скажем так, мельче предприятие, тем больше оно использует именно подсластителей старого покорения. На смену сахарина изобрели аспартам. Он менее токсичен, но боится высоких температур. При 30 градусах Цельсия распадается на метиловый спирт и формальдегид, который является канцерогеном. Эта женщина – директор фирмы, торгующей пищевыми добавками. Бизнес до сих пор приносит хорошие деньги, но она все меньше получает удовольствия от работы. По мнению врачей, у женщины одна из форм аллергии. Вызывают ее продукты питания. Она не ест майонез, сухие супы, копчености, шоколад. Она не рассказывает о своей болезни. Все ее тело покрыто сыпью. За время своей работы женщина изучила, какой консервант и как влияет на здоровье. Продолжая продавать добавки с индексом Е к красноярским предприятиям, сама их продукты покупает с большой осторожностью. Мы едим фрукты, овощи, орехи, мед. Все. Ефим Чеботарев – начинающий сыроед. Уже полгода в его рационе отсутствует еда, каким бы то ни было способом обработанная. Отказаться от пищи с консервантами решил в качестве эксперимента. Но эффект понравился, и теперь вишневый джем в холодильнике – пережиток прошлого. А электроплита – только подставка для миксера. Ну, подразумевается, что там при температуре больше 60 градусов гибнет все, что может погибнуть. А остальное – это вот остатки, это цемент и прочее, да, который скреплял все остальное живое. Поэтому у вас суть неполезна и прочее. На обед у мужчины гречка, вымоченная в воде, без соли и нарезанные свежие овощи. На ужин – орехи и фрукты. Порции действительно небольшие, но сыроед утверждает, что этим вполне он наедается. И чувствует себя лучше, чем тогда, когда еда была с консервантами. У ребенка, допустим, не надо заставлять съесть мандарин, не надо заставлять съесть помидорчик. А приходится чаще всего заставлять съесть еще кусочек котлетки, либо еще суп, либо еще пюре, или доешь омлет в конце концов. И вот эти природные реакции, мне кажется, они наиболее очевидны. Среди разработчиков консервантов есть мнение – еды на всех не хватит, поэтому химия необходима, чтобы поставлять ненастоящую еду в малоразвитые страны. Многие западные страны сейчас от этой традиции отказываются. Для внутреннего пользования строят магазины с так называемой «чистой едой». Цены там раза в три выше, чем в супермаркетах для всех. И продукты там не содержат канцерогенов. Большая часть населения нашей страны питаться в таких магазинах и по таким ценам не смогут себе позволить. По подсчетам ученых, в день человек потребляет до 10-15 граммов консервантов. Это большая доза, если учесть, что в одном продукте химических веществ содержится несколько миллиграммов. Таким образом, в течение года мы потребляем до 4-х килограммов консервантов. Чтобы это количество свести к минимуму, врачи советуют потреблять то, что рекомендовано для детского питания. Брать то, что с небольшим сроком хранения. И не есть то, что везут к нам издалека. КОНЕЦ КОНЕЦ